Приветствуем, бордисты! Очередной обзор, на этот раз досок Santa Cruz. На самом деле, магазин Squat уже давно продает доски Santa Cruz, но мы как-то ни разу не делали обзор такой более-менее полной всей коллекции, делали на какие-то отдельные модели, и вы видели на горе съемки и про, по-моему, Powder Surf от Santa Cruz. Теперь мы решили просто снять всю коллекцию. Santa Cruz – это достаточно известный бренд-нейм, да? Я думаю, все скейтеры его, конечно же, знают. И, в общем-то, скейт на снегу появился у Santa Cruz в 1989 году, то есть, в принципе, не так уж и рано, но и не так уж и поздно, да? То есть до 90-х годов. Бренды уже больше 30 лет, одним словом. Какие-то времена для него были более хорошие, когда бренд очень сильно достаточно гремел на весь мир, вплоть до того, что Юрий Подладчиков имел промодель доски. Сейчас это немножко потише, но все равно этот бренд хорош, он имеет хорошие конструкции, имеет хорошие шейпы. И Santa Cruz – это узнаваемый скейтовый дизайн от Джима Филлипса, все его прекрасно знаете, все вот эта вот кричащая рука, да и просто много-много разных моделей. НХС-компания, которая владелец бренд-нейма, выпускала когда-то кучу просто толстенных вот таких книжек с дизайнами Джима Филлипса. В общем, поехали про коллекцию. Эта доска называется Декал. Декал, да, это вот как раз вот эти вот наклеечки, как вы видите, просто на белом фоне. Доска начального уровня, жесткость имеет по каталогу 5,5. Ну, она действительно такая, не совсем мягкая, хотя подойдет для людей, которые... Наверное, начинающим сложно такую предложить, она все-таки чуть-чуть жестковата совсем для начинающих, но для продолжающих эта доска вполне подойдет. Это твин-тип, то есть нос и хвост одинаковы. У нее интересная форма, называется она снэп-рокер. В данный момент вы видите, что доска на столе лежит как бы абсолютно плоская, но в снегу, да, если вы поедете на ней в павдор, будете стоять посередине. Хвост и нос имеют некоторую более, как сказать, мягкую конструкцию, чем центр доски, благодаря чему доска просто немножко выгнется, нос и хвост поднимется, и на этой доске, в принципе, теоретически можно кататься и в павдоре. Ну, конечно, там на Хелли такую доску брать не стоит. Это, так скажем, универсальная All Mountain доска с уклоном большего фристайл. Следующая доска – это тоже доска, так скажем, для Санта-Круза, для коллекции Санта-Круз более-менее начального уровня, и плюс это женская доска, называется она вот так вот Моня, Моню называется, видите, нет, не видите. Доска достаточно узенькая, достаточно легенькая, по жесткости заявлена по каталогу пятерка, хотя реально это, наверное, тройка. Для девочек на самом деле самое то, то есть, в принципе, конструкции специально сделаны как All Mountain, фристайл и универсальная доска для девочек, которые как начинают кататься, так и продолжающих. Конструкция такая же, как у предыдущей доски Декол, это называется снэп-рокер, то есть, когда доска попадает в мягкий снег, немножко у неё приподнимаются мягкий нос и хвост, посередине она чуть более жесткая. Плюс торсионная жесткость у доски тоже настроена под женское катание. Мы, кстати, делаем обзор на этот сезон 2021, и у нас уже есть скидочки, то есть, на все доски Santa Cruz скидка 30%. Следующая доска называется Hand Blocker. Такая какая-то, ярких цветов, какую-то расту даже напоминает. Доска с прогибом Combo Camber, и это опять же Twin Tip, то есть, одинаковые хвост и нос. Combo Camber здесь получается, что в середине достаточно большой обычный прогиб кембер, а нос и хвост имеют загибы, наоборот, вверх, что позволяет лучше всплывать в снегу. То есть, это опять очередная такая All Mountain доска с возможностью выехать в какой-то снежок. Жесткость заявленная шестерка. Ну, наверное, так оно и есть. Такая доска подойдет, как и для катания по жесткому снегу, то бишь, допустим, в парке, когда все гладко и жестко, на ней вполне можно подъехать к трамплинам, на ней вполне можно покататься и по трассе, потому что обычный прогиб хорошо держит жесткий снег на большой скорости, к тому же жесткость шестерка позволяет разогнаться на ней достаточно хорошо. В общем, подойдет для тех, кто уже уверенно продолжающий и хорошо катающихся райдеров. Следующая доска называется Stucket Stripe. Кстати, очень красивая доска, и у нас, по-моему, есть обзор с горы на эту доску. Это универсальная доска, но при этом направленная, дирекшнл, то есть у нее нос будет чуть длиннее, чем хвост. Здесь тоже комбинированный прогиб. В середине есть небольшой прогиб обычный кембер, и хвост и нос рокерный, что позволит лучше выезжать в снегу, то есть когда вы чуть-чуть на хвост нажимаете, она вот приподнимается. Жесткость доски тоже заявлена как 6,5, то есть для людей, которые уже что-то умеют. То есть вполне приличная доска для, так скажем, курортного катания с вариантами выезда за пределы трасс и достаточной жесткость, чтобы кататься по кикерам, ну, в смысле, заниматься фристайлом и бэк-кантри-фристайлом. Все, кстати, еще момент, все доски Santa Cruz, вот здесь вот между ABS и Кантом, имеют резиновую такую прокладочку, которая будет демпфировать кант, и при каких-то ударах о жесткую поверхность, да, это, например, трубы или какие-то мелкие камушки, которые встречаются, кант будет демпфировать, и это сохранить доску в целостности некоторое время дольше. Следующая доска называется Street Creep. Это уже для чуть более продвинутых катальщиков. Это твин, но при этом с конструкцией комбо-кембер, когда в середине обычный прогиб, а нос и хвост чуть-чуть загнуты вверх, что позволит доске подниматься в целине и приземляться в целину с прыжков как в своей стойке, так и в обратной. Доска уже пожестче, заявлена как семерка. Ну, возможно, семерка, но я бы сказал, что она, наверное, шестерка, да, то есть вот по сравнению с предыдущими досками она не сильно жестче, но вы сами понимаете, да, вот эта жесткость, это все такое относительное, кто-то сильнее жмет, кто-то слабее, но если, так скажем, один человек будет мять много досок, то он какую-то свою шкалу выработает. То есть, опять же, такая All Mountain Freeride доска с уклоном во фристайл и с возможностью к бэк-кантри фристайла. Здесь уже чуть-чуть более скользкий скользяк, да, и, соответственно, доска может разгоняться до больших скоростей. То есть, еще один такой, как сказать, снаряд для катания на курорте, то есть вы можете как прокатиться и по трассам, так и выехать вне трассы, при этом спокойно себя чувствовать в каких-то парковом катании. Следующая у нас доска Reflection Dot, вот такая вот с кругами на воде, так скажем. Доска с прогибом Snap Rocker, да, та, которая по щелчку пальцев будет менять свою, ну, практически флет-конструкцию на обратный прогиб, когда вы на ней выйдете в паудр. Конкретная модель PowerLight – это особая, так скажем, конструкция деревянного сердечника, который чуть более облегчен. Доска по сравнению, ну, так скажем, с аналогичной, наверное, длиной доски будет чуть-чуть полегче. Соответственно, жесткость ее будет за счет дополнительного стекла увеличена, но доска достаточно легкая. Еще одна универсальная доска подойдет, опять же, таким достаточно продвинутым райдером по жесткости заявлено. Семерка. Ну, вот, кстати, вот этой доске, наверное, можно поставить семерку по сравнению с этим стрит-крипом. Возможно, как раз это из-за того, что здесь дополнительный слой стекловолокна, который делает эту доску более жесткой. Но зато такая доска, как стрит-крип, например, на жестких поверхностях, благодаря обратному прогибу, будет себя чувствовать более стабильной, чем флэт. Доска следующая называется Vertigo Way. Это тоже с такой же технологией Power Light, как и предыдущая. То есть она облегченная, доска, ну, чуть, наверное, полегче, чем остальные. Но от доски предыдущей белого цвета отличается прогибом. То есть это классический кембер, который от хвоста до носа, от носа до хвоста, так как это твин опять очередной. Доска будет держать сумасшедшие скорости на жестком снегу, будет себя великолепно чувствовать в пайпе, будет себя великолепно чувствовать на больших трамплинах. По жесткости заявлена семерка. Но реально это, наверное, все-таки даже пятерка. Это даже не шестерка, это пятерка. То есть некоторые производители, к сожалению, пишут одно, а по факту это является некоторым другим вариантом доски. То есть доска достаточно мягкая, ее можно порекомендовать как и хорошо катающимся начального уровня райдером, так и продолжающим. Ну и я думаю, что на такой доске с такой, как скажем, податливостью вполне можно комфортно себя чувствовать на перилках. Офф-хенд. Как перевести офф-хенд? Руки прочь? Или оторвать руку? Доска с классическим кембер-прогибом от носа до хвоста. Очень интересный момент с жесткостью доски. То есть она заявлена как 5,5, а вот эта доска заявлена как 7. Но вот этой доске я могу поставить, наверное, даже 4. Ну вот эта доска, наверное, на 5,5 потянет, ну там 5,5-6, да, то есть она достаточно жесткая, то есть подойдет для ребят уже хорошо катающихся. Вот как раз на такой доске, наверное, можно мочить уже таким достаточно продвинутым райдером в пайпе, в парке. Кстати, очень интересный дизайн. Тут со всех сторон такая красная вот эта вот крик-рука, а вот этот красный цвет он сделан такой под дерево, да, то есть очень интересно. Мне нравится такой дизайн. То есть доска с таким прогибом будет отлично держать на ходах, на подъезде к трамплинам, не будет никуда вилять, будет спокойно приземляться и уезжать на больших кикеров. И следующая сразу же за ней доска это Offhand Carbon. То есть, если мы возьмем, например, их две рядышком, то есть вот у меня вот это 155 wide доска, а вот это 157. Но 157 легче, чем 155. А все почему? Потому что вместо верхней крышки здесь использовано карбоновое стекловолокно, что дает и дополнительную жесткость доске, и дополнительную торсионную жесткость. В остальном эта доска точно такая же, как версия без карбона Offhand. по жесткости. По жесткости на самом деле она по ощущениям наверное такая же, но тут разница в весе действительно чувствительная. Тут вот она у нас в пакетике доска, не очень хорошо видно, а вот сейчас на примере следующей доски покажу, какой он клевый, то есть это тоже карбоновая доска. Так вот она прекрасно переливается. Это, кстати, прикольная тоже доска, доска для бордер-кросса. В этом году она еще есть, в следующем году пока что Santa Cruz от нее отказался, хотя доска достаточно популярная в некоторых странах, особенно в азиатских, где очень много таких жестких отротраченных трасс и люди просто фанаты карвинга. То есть на этой доске карвить просто удовольствие. Здесь максимально облегчена доска, обрезан нос и хвост, контактная длина, вот этот вот как раз обратный прогиб, он практически вот, да, от самого носа до самого кончика хвоста доска. По жесткости я бы сказал, что, наверное, восьмерка, ну, да, так и заявлено, как восьмерка, на такой доске гонять по утреннему жесткому замороженному вельвету просто будет одно удовольствие. Я, кстати, на такой доске катался, помню, однажды на леднике, когда еще снега не было, но было много льда. Взяв ее просто потестировать, попробовать, я был очень удивлен. Я ехал по льду, как на обычной доске, совершенно без проблем, хотя рядом со мной люди просто, ну, падали буквально там через одного, потому что действительно это был прям жесткий-жесткий лед. И вот прекрасная доска для таких скоростных катаний на жестком снегу. Ну, вот мы показали вам все доски Санта Круз, которые есть у нас в наличии в нашем магазине. Возможно, что в других магазинах Сквот немножко другие есть коллекции. напомню, что сейчас это все доски нового сезона 20-21 и на всех скидка 30%, так что, если вы еще хотите приобрести себе доску, которая подойдет вам для катания на весенних лагерях, то Санта Круз это один из тех подходящих брендов, которые созданы как раз для катания в горах и цены, ну, так скажем, средние цены 26-800 то есть, в принципе, за приличную хорошую доску 26 это уже со скидкой цена можно вполне отдать. Причем, приходите в наш новый магазин на Таганке, следите за нашими соцсетями, там мы объявим наверное, какое-нибудь открытие этого магазина и приходите к нам, смотрите, что у нас есть, мните доски, тестируйте, мы вам поможем выбрать вашу и ждем вас на улице Большие Каменщики, дом 15.